В общем, после крайне провальной второй половины предыдущей партии счет с нашим соперником стал 1-1. Потому что он 2-4, а я 2-600. Ну, почему-то по игре этого не видно. Да, но тут я не стал играть Б3, как в 100 раз. Пойду ладья Е1. Модный вариант. Он допускает Ежа, кстати. Не уверен, что это правильно. И вообще какая-то странная редакция Ежа, потому что тут же Е5 грозит. А, то есть он допускает Д5 даже. Ну, тут явно белых лучше. Может не очень сильно, но явно. В общем, он как-то странно позиционно играет. С ним, я так понимаю, главное по времени не отставать сильно. Поэтому я решил отстать по времени. Ну, ФЦ2 просто поздвоится по линии Е там как-то. Ну, надо использовать то, что у нас фигура лучше, слон на Б7 тупой. Такой момент. Каких-то конкретных планов тут нет. Ну что, вот конь Ж5 надо сыграть. Можно попробовать. Хотя нам отдаём поле Е5, так что пока не буду. Пойду ФЦ2. Ну, вот он, кстати, неплохой план, наверное, нашёл. Да, ну теперь ему как-то придётся... Ну, в общем... Ну, что-то придётся делать. То, что делать не хочется, скажем так. Или слон Е7, или Ф6, или конь Е6. Все эти ходы, ну, не то, что хочется сыграть. Наверное, выбрал... Меньший изул. Хотя, теперь как-бы... Слон-то может даже если встанет на Ж7, то после этого... Будет такой нюанс, что придётся, чтобы его вскрыть играть Ф5, а это отдаёт поле Е6. Вот он поэтому пока не спешит определяться. Но здесь конь Е4. Нападая на Д6. Конь Е4 был глупый ход, потому что я, по-моему, там сразу выигрывал путём Ж4. Я, как всегда, решил сыграть позиционно. А Ж4 просто без кайна, да? Ну, там может быть какие-то какие-то трюки он имел. Он, скорее всего, просто зевнул. Ладно, тут тогда просто берём. Будет собрать ПШКФ, и заводим на Ж5. Там посмотрим, как получится. Наверное, получится неплохо. Конь Е6 всё-таки сильная фигура. Ну, сейчас, наверное, смотрится 8, понятно. Ну, всё равно конь Е6. Наверное. Почему? Ну, а чё? Ну, если возьмёт, то слон на Ж2 будет монстром. Нет, стоп, стоп, стоп. Ну, да, он видишь. Чё видишь? А что он имеет? А что он на конь Е6 хочет? Я не пойму. Не знаю, тоже. Ничего. Какого слона берём? Наверное, на Ж2. Потому что иначе он уйдёт. Не, ну, я даже не знаю, была это жертва или зевок, но если это была жертва, то странная. Ферзья на Е4 там ходит в 6 и ферзь на Е7. Ну, неплохая идея, не такая плохая идея. То есть выглядит совсем странно, но смысл в этом есть. Наверное, так я пойду. Ферзь на Е7, то есть, конечно, оригинально смотрится, но действительно создаёт там проблемы. Ну, ферзь Е8, пока бешка на Ж5 не висит. Ну, да. Надо сделать какой-то ход. Хороший. Или плохой. Ну, какой-то ход надо сделать. Слнж5 аж в 6. Ладья Д1. Ладья Д1 быстрее. Ладья АД1. Так он не в 6. Хорошо, да. Ладья Д1. А так вот чем там? Ну, не знаю, может он просто Ладья Б8 сейчас пойдёт. Но, опять же, там пешка не совсем висит, но так он под Слнж5 встал. Это явно слабо. Ну, можно, всё равно перевес, я не знаю, нужно ли. Ну, можно, всё равно перевес, я не знаю, нужно ли. Ладья Д1. Ладья Д1. Ладья Д1. Так, пойдём лучше, наверное, потехничнее. Любимый приём, зацени. Я знаю, что он тебе очень нравится. Ну, вот F4 сразу под бисайджу все. Почему нет? Так, F4 пока не проходит, да? Ладно, берём. Почему ты не любишь собак? Они же очень добрые обычно. Да. Что, да-да, действительно так. Бывают, конечно, и злые, но в основном они добрые. Ну как, ну G5 грозит, ну он сейчас король Е5 пойдёт. Король Е5, наверное, просто ладья Е1, да? Дальше? Ну G5 опять грозит. Ну что? Ну пешка на Е4 отвалится. Ну я понял, он отвалится, молотит, это же победа. В смысле? Ну а... Что ты хочешь мат сразу? Его, наверное, нет тут пока. Довольствоваться тем, что дают. Ну как-то ладья Е2, с ладья Е1. У него конь довольно глупо стоит, то есть он готов менять их ладьи. Ну тогда я сейчас, наверное, выиграю. Потому что ладья на Е7 зайдёт. Наверное, а выиграешь вообще? Ну на C4. Каким угодно, Макаром. На C4 отвисает ещё, надо доказывать. Да я не стою уже, чем на C4. Ладно, возьму тут, наверное. Шаг дам, такой проверочный. Израил дам. Да, шага не стоила. Давай теперь идти на ферзевый фланг. Тут ещё сто раз результат изменится. То есть и оценка, и результат. Флаг подвисает. Но я хочу пешки отжать на ферзевом. Главное, под какую вилку не встать. Да, ну тут на самом деле большой риск, что мне снесут флаг. Позиция... Мне кажется, BTA4. Позиция видимо выиграна, но большой риск, что снесут флаг. Я допускал её. Ты чё, ты быстрее, я думаю? Да, причём сильно. Тут я, наверное, дожму. Ну он специально ещё под мат встал, видимо. Ладно. 2-1. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.